Конштюк с украинским правительством. Беги, Вова, беги. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру за 5 марта 2020 года. Владимир Александрович Зеленский, профессиональный клоун, довольно неудачно изображающий себя президента Украины, поменял правительство. Если бы он еще мог объяснить, зачем он это сделал, то, пожалуй, можно было бы даже признать Владимира Александровича политиком хотя бы в первом приближении. Но он не объяснит даже сам себе. Не то, чтобы правительство Гончарука следовало беречь как Зеницу Ока, его вообще не следовало назначать. Но если уж правительство назначено и его программа утверждена Радой, надо дать ему возможность хотя бы попытаться эту программу реализовать в рамках отведенного Конституцией года. Смешно полагать, что за неполных 5 месяцев работы Кабмина, даже самая талантливая команда в реальных украинских условиях смогла бы серьезно изменить ситуацию. Даже вспоминая первые годы правления Путина, люди говорят, что почувствовали какие-то изменения через год-два. Но большинство утверждает, что реальные серьезные перемены к лучшему стали заметны только к четвертому году его президентства. И это нормально. Новый человек вначале должен войти в курс дела, подобрать и расставить команду, выявить узкие места и отработать методы их расшивки. Только потом начинается реальная работа, а население ощущает результаты деятельности с опозданием на год-полтора. Собственно, Зеленский и не предъявляет правительству претензий. Он заявил, что правительство не воровало и работало по-новому, и что так и надо продолжать только еще лучше. То есть, если верить президенту Украины, он отправил в отставку первое за много лет хорошо работающее правительство, поскольку хотел еще более быстрых успехов. Но это абсурд. Абсурд в первую очередь потому, что правительство работало из рук вон плохо, чтобы не сказать, что не работало вообще. Премьеры-министры один за другим признавались в том, что в своей сфере ответственности они полные профаны, зато креативные, либеральные и глобалистки настроенные. При этом именно такой подход сам Зеленский и поощрял. Более того, новый Кабмин, который с его подачей утвердила Рада, ровно те же яйца, только в профиль. Кто может сказать, чем конкретно Шмыгаль отличается от Гончарука? Тем, что Шмыгаль кормился от Ахметова, а Гончарук от Сураса. Так Гончарук тоже непосредственно у международного филантропа деньги брал. Между ними было достаточно посредников. И Ахметовские ребята все родом из соросовских программ. Все глобалисты, европейцы, толерантные либералы. В общем, все как положено. Чем поможет украинская армия замена очередного, первый был еще при Кучме, штатского министра обороны Загороднюка из бывших волонтеров с соросовским образованием, на найденного где-то на социальной помойке отставного 65-летнего генерала Тарана, который даже в украинских условиях не смог сделать нормальную карьеру. Тем более, что для непосредственного руководства военными у Зеленского есть генерал Хамчак, начальник генерального штаба, без приказа которого ни одно подразделение никуда не двинется. Допустим, Загороднюк был плохим менеджером. Так надо было искать хорошего. Биография генерала Тарана не позволяет даже с большой натяжкой допустить, что он сможет решить проблему поставок в армию современного вооружения и техники. Он просто перенаправит коррупционные потоки. Назначили бывшего министра иностранных дел пристая к вице-премьерам по вопросам европейской интеграции. Утешительная пресса – это все равно, что назначить вице-премьером по колонизации Марса и почетно, и делать ничего не надо. Вместо него министром стал бывший вице-премьер по той же европейской и еще и евроатлантической интеграции Кулеба. Затрудняюсь сказать, с кем из них менее противно общаться российским дипломатам. Как по мне, так оба хуже. Но в чем глубокий смысл их рокировки? Если в обеспечении внешнеполитической деятельности все было хорошо, зачем меняли? Если плохо, почему оставили тех же? В общем, складывается впечатление, что правительство меняли ради смены правительства. Президент, озабоченный падением собственного рейтинга, решил поправить его при помощи резкого действия. Взял и полностью смел Кабмин. Идея с рейтингом мне нравится, но она была бы реализуема, если бы действительно, как анонсировалось вначале, правительство возглавил Тегепко или Дубина. Не то, чтобы они справились бы с работой намного лучше любых других. В конкретных украинских условиях любое правительство провалилось бы. Просто назначение кого-то из них премьером, часть народа восприняла бы как возвращение старых, еще времен Кучма Януковича, кадров. И на какое-то непродолжительное время возобновились бы надежды на разрыв с политикой Майдана, заведшей страну в тупик. Поскольку уже никто из старых кадров назначен не был, судя по всему, не очень-то и хотели, получилось, что правительство выкормышей Сороса поменяли на правительство выкормышей Сороса. Только некоторые из новых выкормышей являются еще и личными декоративными зверьками Ахметова и Коломойского. Ну что ж, украинские эксперты могут заняться увлекательным делом, производить расчеты соотношения влияния Ахметова и Коломойского на новый Кабмин с точностью до сотой или даже до тысячной доли процента. Поскольку уже в составе правительства остались и прямые креатуры Сороса, рейтинги влиятельности придется рассчитывать на троих. Ну а учитывая склонность украинских политиков за мзду малую перебегать от хозяина к хозяину, процесс этот обещает быть безостановочным. Чего добился Зеленский? Того, что уже через пару месяцев, когда новое правительство вляпается в пару скандалов, а уровень жизни народа в очередной раз существенно упадет, он будет президентом, лично назначившим два совершенно безобразных состава Кабмина. Первый раз можно было отнести на молодость неопытность. Можно было спокойно критиковать правительство Гончарука, делая вид, что оно тебе не подчиняется и работает против твоей воли. Но когда президент демонстрирует, что может менять составы правительства, не особенно сообразуясь с Конституцией, увольнять и назначать по своему произволу любых министров в любое время, то все грехи всех правительств – его личные грехи. Это лично он не смог подобрать адекватных людей и с непонятной целью поменял Шило на мыло, как правильно охарактеризовал смену правительства в Медведчук. Впрочем, жесткость медведчуковских оценок вызвана тем, что Шило поменяли не на него лично. Виктор Владимирович искренне верит в то, что способен что-то на Украине изменить к лучшему. На самом деле, единственная польза от его гипотетического прихода к власти будет заключаться в том, что он окончательно сам себя закопает, как уже закопал себя Зеленский. Владимиру Александровичу уже ничего не поможет, даже если он успеет еще раза три сменить правительство, прежде чем сменят его. Чем дольше он делает вид, что работает президентом, тем больше на него падает ответственности за все, что происходит на Украине и в окрестностях, и тем меньше шансов у него тихо спрыгнуть с темы и вернуться к ревлянью на сцене. Вместо того, чтобы менять правительство, надо было самому писать заявление об отставке и бежать, куда глаза глядят, пока еще есть куда. Но он свой шанс упустил, и теперь будет вновь двигаться тем же курсом, с теми же людьми, ибо может быть фамилия у них и новая, а сущность старая, ничем принципиально от Гончаруковской, не отличающейся, и дальше будет только хуже. Главным же гарантом неизменности курса выступает бессменный министр внутренних дел Арсен Аваков, о беспомощности Зеленского полной потерей в народной поддержке и политической ориентации свидетельствует тот факт, что полгода назад при назначении правительства Гончарука Зеленский и его прихвостни важно рассуждали об испытательном сроке для Авакова и клялись, что через полгода его уволят. Прошло полгода, всех уволили, а Авакова Зеленский только что не называл мудрейшим отцом и учителем и никакого испытательного срока. Он сам теперь президент на испытательном сроке. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Кунштюк с украинским правительством. Беги, Вова, беги. Субтитры создавал DimaTorzok